Дорогие друзья, я долго изучал, что такое старость и почему люди умирают раньше времени. Я пришел к одному стопроцентному выводу. Старость означает согласие со своей внутренней ленью. Постепенно с возрастом судьба сковывает человека все больше и больше. Она сковывает его психически, духовно и телесно. Психическая скованность означает снижение памяти, снижение концентрации, снижение работоспособности. Означает неспособность прощать, неспособность понимать, неспособность терпеть, желание уединения и так далее. Это все происходит в результате влияния времени. Чем старше человек, тем тяжелее ему поддерживать отношения. Если человек не борется с этим, то есть он согласился, тогда дальше это приведет его к преждевременному старению. Физическое старение означает скованность в теле, меньше возможности нагибаться, двигаться, что-то активно делать. Резервы организма тают, теряют силу. Я это понял, когда мне было 50 лет. 50 лет я уже скряхтел, когда нагибался. Я уже чувствовал, что мне тяжело приседать. Я когда пробежался между аэропортами, как я это обычно делаю, что-то начал задыхаться. Тяжело дышать. В Шереметьево, между терминалами надо иногда проявлять активность, чтобы успеть на самолет. Это было 5 лет назад. У меня был вес 88 килограмм. Это для меня уже большой вес, хотя я всегда всю жизнь йогой занимался. И регулировал свое питание, всегда постился. Но у меня постепенно прибавлялся вес. Хотя я не выглядел толстым, но уже чувствовал, что жить становится все тяжелее. Я начал бегать 5 лет назад. Я начал бегать по 500 метров. Я смог пробежать 500 метров всего. Потом я задохнулся. Это мои были возможности. За 2,5 года постепенно я начал сначала ежедневно бегать по 500 метров. Потом увеличивал дистанцию. И когда я начал бегать 3 километра, я уже начал бегать через день. Я чувствовал, что организму… и так далее. Ну то есть это необходимость, понимаете, дорогие мои друзья. Если вы считаете, что у вас нет времени, значит, ваше время закончится гораздо раньше, чем вы себе представляете. Может, неожиданно сердце остановится там или еще что-то. Понимаете? То есть приходит время, и человеку нужно… Есть циклическое старение, а есть старение вот такое постепенное. Постепенное старение побеждается аскезой. Но… ну то есть человек будет медленнее стареть. Но если человек не совершает аскезу… А какие аскезы? Неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде. Три аскезы, продлевающие жизнь. Если человек эти аскезы не совершает, причем надо все совершать, но не обязательно все долго. Какие-то… одну можно выбрать максимальную. Допустим, максимальная пост – это два с половиной суток на воде. Это так можно поститься раз в полтора месяца. Этого достаточно, чтобы долго жить. Вот максимальное неподвижное положение тела – это одно упражнение час двадцать. Это максимум. Больше не надо. Все каналы психически очищаются, если человек час двадцать сидит в одном положении. Но это очень сложно. По крайней мере, я могу только сорок минут в одном положении. У меня за это время очищаются три цилиндра психических, а всего их пять. Ну то есть я не могу дальше, у меня нет возможности. Поэтому я по три цилиндра очищаю как бы йогой, а вот бегом я прочищаю все. Весь организм. И пощусь я всего один цилиндр очищаю. Я пощусь всего шестнадцать часов. Ну то есть полдня, когда человек постит, 12 часов, он очищает один цилиндр. Соответственно, пять цилиндров – это два с половиной дня. Понятно? Для чем это надо, чтобы долго и счастливо жить? Если человек не совершает этих аскез, он теряет определенные виды силы. Все они связаны с иммунитетом. Если человек неподвижное положение тела не совершает, то тогда он лишается определенной силы в организме, которая дает человеку… Это энергия терпения. Энергия терпения – это такая энергия, которая как бы способствует тому, что… Ну вот смотрите, допустим, в организме есть два варианта. Первый вариант – заметить вирус и разобраться с ним. А второй вариант – почувствовать, что как бы тяжело. Допустим, если кошку за хвост взять, есть два варианта – она с вами будет разбираться, а второй вариант – она будет делать вид, что ничего не происходит. Организм точно так же себя ведет, понимаете? Он может сделать вид, что как бы ничего не происходит, подумаешь, там вирус какой-то, ничего страшного. Просто не хочется с ним связываться, понимаете? Это называется нехватка терпения, энергия терпения в организме. Эта энергия терпения также дает возможность воспитывать близкого человека. То есть энергия доброта, доброта вообще в психике означает терпение. Если человек добрый, значит, что у него есть эта энергия терпения. Это не значит, что он терпила, надувает щеки, дышит тяжело и мучается. Нет, он просто может спокойно переваривать все, что с ним происходит. Он не обращает внимания, он себя чувствует комфортно. В любой ситуации означает сильная энергия терпения. Она происходит от неподвижного положения тела. Это не то, что ты лежишь, спишь, неподвижное положение тела. Это аскеза. То есть надо делать какие-то упражнения. Например, поза алмаза, когда ты сел вот так вот и прямо выпрямил ноги. Это оптимальная, самая лучшая поза для укрепления иммунитета вообще. Потому что когда человек сидит вот так неподвижно, подогнув ноги под себя, то в это время у него вырабатывается терпение на победу. То есть он терпит для того, чтобы побеждать. Когда человек стоит на коленях, у него он терпит для того, чтобы принять. А когда человек прямо стоит неподвижно, он просто терпит, учится терпению. Просто терпение. Это тоже нужно. Ну то есть есть разные положения, они разные виды энергии вырабатывают. Вот допустим, если ты поуз бабочки делаешь, стопы вместе, колени в росте, так сидишь, то у тебя вырабатывается гармония с окружающим миром. Ты становишься гармоничный со всем. Ты способен любые энергии использовать для своей пользы. Вот допустим, есть энергия дождя, есть энергия ветра, есть энергия солнца. Все они нужны для здоровья. Но некоторые виды энергии человек не может принять. Вот допустим, если сидит в поезде бабочки, он вырабатывает в себе способность хорошо взаимодействовать с этим миром, гармонично. Статические упражнения в целом дают человеку возможность все принимать и терпеть, и спокойно ко всему относиться. И таким образом организм не боится вируса. То есть он начинает с ним работать, несмотря на то, что вирус пугает. Он действует на психику, он пугает. И организм как бы не хочет с ним связаться.